Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш путь по Черноморскому побережью. Мы направляемся в сторону города Сочи. Отъехав немного от Туапсен, мы обнаружим то, что мы уже в Сочи. Да, друзья, ведь вы знаете же о том, что протяженность Сочи 145 километров. Сочи является самым большим по протяженности городом и в Европе. Если взять для сравнения Москва 118, по-моему, 112, да, ее расстояние. Взять Челябинск 29 километров, Екатеринбург 49 километров, но Сочи 145 километров. Да, но мы все знаем, что все Сочи считаются там, где сосредоточены основные достопримечательности, а не сосредоточены в Адлерском районе. Так что мы едем туда. Подъезжая к городу Адлер, мы приняли решение остановиться дня на три. примерно в гостинице. Но выбрать гостиницу, найти гостиницу оказалось не так просто, потому что он с нами, была собака и многие хозяева категорически отказываются брать людей с животными. Но нам повезло, мы нашли гостеприимного хозяина, армянина, зовут Уаршак, и он нас приютил. Номер нам обошелся вообще в какие-то смешные деньги. Нам сдали номер на троих человек за 1200 рублей. Наша гостиница, в которую мы заселились, трехэтажная. Нам достался номер эконом-класс. Что это значит? Это комната, где стоит двуспальная кровать, односпальная, шифонер и телевизор. Все. Кухня, душ, туалет. Все находится на этаже и все является общим. Но вы знаете, в этом плане я даже считаю, что нам очень здорово повезло, потому что это как коммунальная квартира, такой еврейский дворик. Все ходят. Люди разные. Люди со всей нашей необъятной Россией. И есть возможность познакомиться, подружиться. Но это на самом деле здорово. В то же время в этой гостинице есть и комфортабельные номера. Люксы такие. Люксы однокомнатные, где душ, туалет, все находится. Кухонка небольшая, плита, кондиционер и так далее. Есть даже двухкомнатные. Цены разные. Но цены, я считаю, что вполне приемлемые. В разгар сезона за 1200 на троих человек, это просто сказка, я считаю, друзья. Конечно, наше жилье находится не на первой береговой линии. До моря нам 15-20 минут. Но даже в этом мы видим положительные моменты. Ко всему прочему, у нас еще и добавляются пешие прогулки, ежедневные пешие прогулки. 15-20 минут. Это здорово. Это движение. А движение, друзья, это здоровье. И поэтому это скорее плюс. Вот наши друзья в то же время сняли жилье на первой береговой линии за 4000 сутки. Дай им ближе до моря. Но мы будем здоровее, чем они. Потому что мы будем ходить пешком. Просто колоссальная загазованность. Город Адлер. Вечернее время. Машин очень много. Воззыв тяжелый достаточно. Насчет здоровья, наверное, дорогие друзья, я, конечно, преувеличил. Я специально вставил вот этот фрагмент, где идет дорога. Где вы видите, какая загазованность. Мы с нами были от этого в шоке. Сочи. Адлер. А где морской воздух? Нету. Нету. Ну что ж, друзья, мы наконец добрались до муниципального пляжа Сочи. Или, вернее, муниципального пляжа Адлер. Называется он СССР. Название у него такое интересное. Выглядит это все вот таким вот образом. Галька. Галечный пляж. Народу. Народу достаточно много. Есть шезлонги. Есть дорожка. Вода теплая. Классная. Но скажу так, что локтями друг друга никто в воде не толкает. То есть не как в автобусе в час пик. Душевые кабины есть. Есть туалеты. Там подальше. Есть спасатели, которые здесь дежурят во время работы пляжа. Пляж, по-моему, работает с 8 до 20 часов. В вечернее время всех пляж закрывают. И отсюда всех, в принципе, выгоняют. В общем, вот такой морской берег мы увидели в городе Адлер. Вообще, отношение к Адлеру у нас сложилось немножко негативное. Воздух достаточно загрязненный. Огромный поток автотранспорта. Много пробок. Море. Море. Я знаю, можно так сказать. Потому что мы с Ларисой, покупавшись в нем, сначала Лариса поймала ротовирусную инфекцию, а потом и я. В результате мы потеряли два наших драгоценных дня путешествия на приведение своего здоровья в порядок. Вот такие дела. Да, наступило утро. Мы ночевали в городе Адлер. Сняли в частном секторе гостиницу. И с утра вот отправились по дороге в сторону Красной Поляны. Первая наша экскурсия, она будет, конечно, Красная Поляна, Роза Хутор. Дальше у нас какие-то по дороге там будут водопады. Расстояние где-то от нашей точки до Красной Поляны 54 километра. Так, ну вот мы, наконец, и прибыли в Роза Хутор. Вот это место называется Роза Хутор Долина. Мы взяли билеты. Один билет 1590 на взрослого человека. На ребенка, нашему ребенку. От 7 до 15 лет там 950 рублей. Сейчас забежим в Макдональдс и пойдем встанем вот в эту очередь. И будем подниматься по канатной дороге. Рассказывать подробно о этом месте мы, наверное, сильно не будем. Так, все поверхностно, потому что рассказов в Ютубе очень много здесь. Роза Хутор. Канатная дорога. Все это современные постройки. Действительно, все сделано на высшем уровне. Все качественные кабинки, комфортабельные. Картинка, которая открывается с высоты вот этого подъема, она просто сказочная. И я скажу так, что меня даже в какой-то степени разбирает гордость за то, что это у нас есть в России. После второго подъема мы идем на открытую канатную дорогу. Обратите внимание, друзья, Лариса, она у нас очень любит. Это она у нас так на канатной дороге катается. Вы смотрите, она любуется, даст примечательность. Мы приехали, Лариса. Канатная дорога на Роза Хуторе – это целая сеть канатных дорог. Вы сначала садитесь в первую кабинку и поднимаетесь на первом подъемнике до первой высоты. Там своя инфраструктура. Пересаживайтесь на другой подъемник и поднимаетесь на вторую высоту. Со второй высоты вы можете отправиться вот в таких открытых кабинках в другом направлении. Потом опять вернуться на вторую точку на эту и подняться уже на самую высокую точку основной магистрали. Оттуда опять есть дополнительные канатные дороги, которые ведутся в разных направлениях. То есть вот целая инфраструктура, целые маршруты. Ну и здесь можно провести целый день. И чем выше вы поднимаетесь, тем становится прохладнее. Но воздух здесь кристально чистый. И здесь действительно жоро. Вообще, конечно, в летний период эта канатная дорога и подъем сюда, он в основном осуществляется для того, чтобы посмотреть на эти великолепные виды. На втором уровне мы остановились и зашли в кафе. Взяли, заказали пиццу 35-го размера. Пицца, она такая сборная у нас вышла. Взяли капучино 2 и зеленого чая. Вышло это нам все 1146 рублей. Она 35 сантиметров, а не 35-го размера. На каждом уровне канатной дороги своя инфраструктура. Кафе, магазины, парки, аттракционы, ну и прочие туристические штучки. Что касается цен. Сочи. Сочи это, конечно, это курортный город. И здесь цены выше, чем среднестатистические цены по стране. Включая и бензин, и газ, и даже мороженое. Оно тоже здесь стоит дороже. 100 рублей и выше стоит от вам бил. Не знаю, как живут здесь местные. Но, в общем, вот такие дела. Мы сейчас направляемся на экскурсию. Здесь целый культурно-этнический центр. Моя Россия называется. Собранные памятники с каждого города. Ну, такие небольшие, в миниатюре. Расстояние у него где-то примерно километр. Мы зашли в павильон Суздаль. В нашем павильоне представлены изделия мастеров из разных регионов России. Я сажаю волшебный лес. Посмотрите налево, посмотрите направо. Ну, а второй зал – это выставка денег. Денег Российской империи. Смотрите, значит, здесь еще мастер-класс проводят по взроспи. Да, 250 рублей. Мы видим девочку, которая занимается вот такой росписью. Да, здесь красками. Что здесь делается? Мы расписываем мастер-классы по росписи. Птички, игрушки расписываем. Многолетняя культура архитектурного строительства Руси, она, конечно, насчитывает более тысячи лет. И здесь мы видим, да, вот сейчас мы видим свечной заводик. Пойдемте, зайдем в него, посмотрим, чем здесь занимаются, чем могут удивить. Всегда, когда кто-то спрашивает, чем ты занимаешься, я говорю, да, есть свой бизнес, небольшой свечной заводик. Вот мы здесь видим, да. Здесь из чистого пчелиного воска, без добавления парафина, ароматизаторов, красивых свечей. Вот это натуральный пчелиный воск, в ведре растопленный, он при 70 градусах уже жидкий. Тут где-то градусов 75-80. В начале 16 века свечи делали вот таким способом. Макали фитилию, растопленный воск, слой за слоем наращивали толщину. Такие свечи назывались маканы или маканки. В общем, культурно-энтографический центр «Моя Россия» нам понравился. И мы вам рекомендуем его для посещения. Ну, а сам я постараюсь сделать отдельное видео с рассказом об этом уникальном, действительно, и достаточно интересном месте. Наблюдаем знакомые лица. Мы видим Ларису и Валентину. Мы тоже сюда приехали, да? Да. Девочки, ну как вам Олимпийский парк? Размеры впечатляют. Размеры впечатляют, да. Сейчас посмотрим, как фонтан будет петь. Современные постройки. Ну да. Ну да. Да, действительно, как бы постройки очень современные. Ну, пойдемте попробуем сфотографироваться возле этого знаменитого пакела. Но все говорят о том, что в Олимпийский парк надо приезжать тогда, когда стемнеет. Тогда действительно иллюминация, подсветка, она будет, ну, давать этому парку какую-то такую свою красоту. Да, время приближается к началу шоу поющие фонтаны. Мы смотрим, наблюдаем, мы смотрим, наблюдаем, мы смотрим, наблюдаем Лариса. Лариса сидит на натуральной траве. Я хочу вату большую. Лариса все, вату какую-то догоняет. Ну, вот видите, это настоящая трава. Да, это посаженная. Люди, видите, располагаются и здесь сидят вот таким вот образом. Да, кто... Некоторые даже, вот смотрите, даже болтинцы принесли. Они предусмотрели это. С водой, с напитками. Народа все больше и больше собирается именно к этому времени. Это же зрелище. Ну, это, да, вроде как настоящее зрелище. И говорят, что надо смотреть этот поющий фонтан немножко со стороны. Ты как бы заговорил, так как москвич. Для того, чтобы понять, понять, как картину. Вроде, ну, экспозиция будет такая, что лебедь, стадион Фиш, это как крылья. А это вот, ну, шея лебедя. И должна создаваться такая, как бы, иллюзия того, что лебедь плывет по воде. Вот за счет вот этих световых эффектов, за счет фонтана, за счет воды. Но для того, чтобы это увидеть, необходимо выбрать правильную точку для просмотра. Да, дорогие друзья, как вы уже понимаете, мы перенеслись в Олимпийский парк Сочи. Быть в Сочи и не побывать в этом месте, это все равно, чтобы быть в Египте и не увидеть пирамиду Хеопса. Я предлагаю вам вместе с нами понаслаждаться этим зрелищем. Сочи. 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 парк девчонки мы не остались на вторую часть народу народу очень много много народу действительно вообще на самом деле атмосфера очень приятная такая прикольная никто не носит никаких масок все россия выздоровела так скажем колесо обозрения вообще конечно классно выглядит это все наверно с высоты сейчас птичьего полета здорово посмотреть аттракционы работают пицца паста кафе работают на вот это сказочный домик такой парк сочи рассказывать подробно о сочи парке смысла нету потому что очень много материалов которые освещают это поэтому просто приезжайте мы показали откуда заходить и просто гуляйте по парку и сами изучайте смотрите что вам нравится на этом все до новых встреч